Итак, всем привет! В этом видео мы говорим о приложении настройки в macOS 13 Ventura. Поехали! Открываем системные настройки. Нас встречает вот такое окно. Первая вкладка это все, что связано с Apple ID, iCloud, контент и покупки. Приложение настройки похоже на то, как это реализовано в iPadOS и iOS. Поехали дальше. Семейный доступ открывается вот здесь. Тут Wi-Fi, Bluetooth и наша сеть. Уведомления. Вот здесь давайте пройдемся. Центр уведомлений. Показывать миниатюры. Когда разблокирован mac. Всегда или никогда. Разрешать уведомления, когда дисплей в режиме сна. Можно включить и выключить. Давайте я буду рассказывать и одновременно настраивать. То есть под себя настраивать. Разрешать уведомления, когда экран заблокирован, мы отключим. А в режиме сна включим. Ниже уведомления от приложения. Вы можете, например, дом. И как на iOS выбрать. Какой тип уведомлений вам показывать. Далее звук. Звук предупреждения. Громкость уведомлений. Воспроизводить звук при запуске. Это значит, когда у вас mac включается. Звук включения мака. Подавать звуковой сигнал при изменении громкости. Звуковые эффекты интерфейса. И здесь вход и выход. Громкость на входе. Это громкость микрофона. Громкость на выходе. Это громкость самого mac. Фокусирование. Режим не беспокоить. Мы поговорим по поводу фокусирования еще в обзоре полноформатном. MacOS 13 Ventura. Прокачали полностью фокусирование. И на iOS. И на iPadOS. И на macOS. То есть все оно переплетается друг с другом. Статус фокусирования. Поделиться. Не делиться. Не беспокоиться. У меня все включено уже. Господи, 4 утра, а я не сплю. Ну ладно. Экранное время. Переходим дальше. Основные. Также и на iPhone и iPad. Обратим внимание, что не все переведено на русский язык. General. Это основные. Оно потом будет переведено ближе к релизу. Значит, описание. То есть, о нашем компьютере. Обновление ПО. Все, что связано с обновлением ПО. То есть, проверка наличия обновлений сейчас идет. Например, параметры. Проверять наличие обновлений. Загружать обновления, если они доступны. Устанавливать обновления. Устанавливать обновления приложений и записывать. На вашем МАК установлены новейшие по MacOS 13. Этот МАК зарегистрирован в программе Apple Developer City. Вот это то, что я вот поставил. Первый Бетон для разработчиков. Итак, хранилище. Здесь у нас показано хранилище нашего компьютера Mac. То есть, SSD накопителя. Можно управлять. iCloud. Автоочистка корзины. И оптимизация хранилища. Дальше. Airdrop и Handoff. Включить. Отключить. И кому видно. Компьютер через Airdrop. Объекты входа. То есть, это какие приложения запускаются вместе с системой. Язык и регион. Здесь можно сменить язык системы. Регион. Календарь. И вот то, что я говорил в предыдущем ролике. Градусы Цельсия или Фаренгейта. Online Text. Приложения, для которых можно выбрать язык. Поехали дальше. Дата, время. Часовой пояс. Общий доступ. Общий экран. Общий доступ к файлам. У меня включен на данный момент только ресивер AirPlay. Я буду его использовать при съемке видео iOS 16. Поехали далее. Тайм-машина. Перенос или сброс. То есть, это ассистент миграции. Или стереть контент и настройки. Загрузочный диск. То есть, мы выбираем, с какого диска нам надо загрузиться. У меня сейчас основной системой стоит Monterrey. Авентура стоит на отдельном разделе. Далее у нас профили. То есть, профили девелопер, разработчиков. Теперь живут вот здесь. Поехали дальше. Оформление. Светлое и темное автоматически. Я не знаю, как кто, но мне очень нравится, когда в течение дня меняется оформление. У меня на айфонах, на всех, также установлен параметр. Показывать полосы прокрутки. При нажатии полосы прокрутки выполнить. Универсальный доступ. Теперь у нас вот такой вот. Все, что связано со звуком, наушниками, предупреждениями. То есть, все вот. Мне кажется, так даже лучше. И вы знаете, больше информации помещается в эти настройки. Пункт управления. Например, вот. Показывать в строке меню. То есть, мы можем выбрать, что показывают. Мы, конечно, можем перетащить отсюда. Я не помню, как я в macOS Big Sur делал это. Airdrop. Команда универсального доступа. Показывать в процентах. Теперь я вижу проценты. Куда делить проценты? Показывать в пункте управления. То есть, пункт управления нажимаем. Где наша батарейка? Вот она, наша батарейка. То есть, расширили пункт управления полностью. Об этом мы еще поговорим. Пожалуй, отключим. Это все, что связано со слухом. Быстрое переключение пользователей доступно, когда у вас несколько учетных записей. Яркость клавиш. Показывать в строке меню. Или показывать в пункте управления. Это на макбуках. Ранее я говорил, что у меня нет макбука, поэтому у меня этого нет. Теперь у меня есть макбук. Я могу говорить то, что у меня это есть. Те или иные настройки. Только строка меню. Spotlight. Я всегда тайм-машину в строку меню. Она у меня всегда здесь. И Siri у меня всегда была в строке меню. Спотлайт мне в строке меню не нужен. И мы, пожалуй, уберем яркость клавиш. В строке меню. Далее. Siri и Spotlight. Слушать привет Siri. Сочетание клавиш. Я всегда... Я не люблю нажимать на клавиши. Слушать привет Siri. Когда выйдет финал, я обновлю основную систему macOS Monterey на macOS Ventura. И я думаю, все параметры, все сохранится. Так всегда было, есть и будет. Можно выбрать голос. В Spotlight можно выбрать, что. Искать, что не искать. Какие возможности будут, какие не будут. То есть, какие вы хотите, такие выбирайте. Конфиденциальность и безопасность. То есть, все, что связано с доступом приложений по умолчанию. Или вот микрофон. Или как у меня записываю через ScreenFlow доступ к микрофону, к камере. Рабочий стол и док. Поехали дальше. Увеличение. Размер. Увеличение, чтобы она вот так себя вела. То есть, все, что связано с доком, теперь здесь. Окна и вкладки. Спрашивать, сохранят ли изменения при закрытии документов. О, это что-то новенькое. Раньше не было. Как мы знаем, насколько я знаю, не было никогда, чтобы документ спрашивал. Всегда в документах автоматическое сохранение. А теперь можно вот включить. Сгруппировать окна по программам. То есть, по-моему, этот Stage Manager. Нет, немножко не то. Потом будем разбираться, когда будем делать полноформатно. Дальше поехали. Display. То есть, разрешение. Масштабированное. И у нас вот в MacOSI можно менять на MacBook'ах масштаб. Яркость. Автояркость. Трутон. Набор настроек. Частота обновления промоушен у меня стоит. У меня установлен. Далее. Обои. Что у нас из новых обоев? Только MacOSGraphic. То есть, официальные обои. К сожалению, обоев не добавили. Также вот цвета доступные. Эти цвета, по идее, да-да-да-да. Они статичные. Обоев новых не добавили. К сожалению, пока не добавили. Но разделили по категориям. То есть, динамические обои, светлый и темный рабочий стол и картинки, цвета. Все разделено. Заставка. У меня при покупке MacBook Pro M1 Pro у меня была заставка Monterrey. Такая официальная заставка. Официальная заставка MacBook Pro на M1 Pro M1 Max. Кому надо, я эту заставочку извлеку из macOS. То есть, она у нас вот такая. Кому надо, я ее извлеку. Можете забрать ее в Telegram канале нашего проекта и установить себе на Hackintosh на Mac. Раньше я не встречал этой заставки. Это она появилась вот в Macbook. Далее аккумулятор. Режим энергосбережения. Состояние аккумулятора нашего у меня 100% сейчас. Похвастаться бы. Кнопка подробнее идет на Apple Support. Да, ноутбук свежий и 100% батарейка. Параметры аккумулятора выводить из режима сна, оптимизировать трансляцию видео при питании от аккумулятора. Я, честно, не понял, что это такое, но мы посмотрим. Я же еще я маководом стал, я вам скажу. без году недели. У меня макбук этот уже месяц, уже месяц. И я еще не все знаю, не все понял. Я обещал видео обзор этого макбука и впечатление о работе с ним. Я тоже это сниму, но когда вернусь в родную страну, мы уже займемся полноценно. Экран блокировки, включать заставку при отсутствии активности, это переехало из настроек заставки, то есть как в старых системах рабочистового заставка. Показывать сообщения на заблокированном экране, даже так. Немножко можно написать не трогай меня, я не твой. И будет на заблокированном экране. Давайте посмотрим, это же прикольно. Включится режим само уничтожение. Тут буквочку поправим. Давайте заблокируем экран. Действительно мы видим сообщение. Интересно, интересно. Макос Вентура мне нравится все больше и больше. Но мы сделаем обзорчик полноформатный. Посмотрим, я обещал обзор настроек, но мы сделаем еще. Поговорим о функциях самой системы. touch и код пароль. То есть тут у нас все связано с Apple Pay touch ID. закончилась память на разделе, на котором установлена макос Вентура. сохранял предыдущий ролик, часть его и продолжаем. Система стоит на отдельном разделе, поэтому так. Пользователи и группы теперь можно включить как входить автоматически, то есть какой пользователь входит автоматически. появляется при включении мак на первом месте. Пароли. Ну, тут все пароли. Это связка ключей. Я не буду открывать. Учетные записи интернета, то есть тут ваши учетные записи. Game Center. Можете меня найти в Game Center. Тот, чтобы играть во что-нибудь. Если вы играете в Apple Arcade, например. Дальше Wallet и Apple Pay. Клавиатура настройки клавиатуры. Ликтовки. Команды. Трекпад. Настройки трекпада. У кого есть Magic трекпад, если у вас хотим тоже. Контроллеры, то есть подключенные контроллеры в PlayStation 5. Ну, скорее всего PlayStation 5 уже. и Xbox последнего. Принтеры и сканер. Еще одна особенность. Вот, если я сейчас подключу AirPods или какие-то любые другие бесплатные наушники, не важно. Например, я беру, сейчас подключу. Давайте подключим. и в настройках у нас появляется отдельно настройки AirPods. Подавление кнопки можно настроить. Само подавление или Siri левый и правый наушник. Того же Special Audio настройки, объемное звучание, подключение к Маку, автоматические линии, микрофон, Find My и модель AirPods. А когда мы отключаем, оно пропадает. Вот такое вот видео по настройкам macOS Ventura. Я думаю, что это будет допиливаться и через год в macOS 14 мы увидим более вылизанные настройки. Либо ближе к релизу что-то изменят, добавят, уберут. Вот так что. Маководам не рекомендую, хакинтошникам пока тоже не рекомендую трогать. А с вас лайк, подписка, комментарий. Мы стараемся для вас. Я не сплю ночью, каждый раз снимаю ролики, чтобы радовать вас новым контентом, новинками и транспортных систем. Неважно это Microsoft Windows или программное обеспечение компании Apple. Лайк, подписка, комментарий. Подписываемся на Telegram, Twitter, Яндекс.Дзен. Увидимся в новом ролике. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok